Вдогонку к депрессии, разбирая самого себя, ища те пружины, которые движут нашими мыслями, желаниями, поступками, так называемые побуждениями, есть такая наука, я для себя освоил. И, чтобы понять самого себя, как раз самому себе и разъяснил, что есть побуждение в переводе с латинского, это инстинкты, все мы знаем инстинкты. Так вот, оказывается, это простое побуждение, юморис. Так все просто и понятно сразу становится. Так вот, первое побуждение, это побуждение к самосохранению, которое разделяется на заботу о своем здоровье, о своем благосостоянии, в первую очередь, вернее, две, о здоровье и благосостоянии. Не будет здоровья, не будет самой жизни, если, то зачем вам нужно благосостояние и так далее. Ясно? Вот если с этим что-то, какие-то нелады, начинаются подспудные процессы в сознании, которые вызывают, опять-таки, тревогу, приводящую к депрессии. Второе побуждение, это побуждение к продолжению рода, любви, дружбы и заботы о родителях. То есть, вот оно второе побуждение. Если у вас со вторым побуждением какие-то нелады, то есть, вы не дружите, вы никого не любите, то есть, нету таких, у вас нету, там, грубо говоря, заботиться о родителях, о детях, вот таких вот вещей нету, то уже существует какая-то ущербность у вас по этому побуждению, которое, опять-таки, выливается в какую-то тревогу. Вы чувствуете себя не в своей тарелке, так сказать. Третье побуждение, побуждение к лидерству. Любое живое существо хочет быть лидером. И если вам, будем говорить, вот это вот побуждение к лидерству неадекватно, то есть, вы не можете оценить свои лидерские достоинства или качества достойно, то есть, вы не обладаете качествами лидера, а стремитесь там им стать, то это также начинает вызывать какие-то страхи, какие-то, а это вот вам не дают. Либо наоборот, вы чувствуете, что вы лидер, а не можете реализоваться. Такое есть. Это третье побуждение. Четвертое побуждение. Это побуждение к справедливости. Смотря на вот эту вот всю эту жизнь, которая у нас творится на нашем земном шаре, вы приходите к выводу, что она далека от справедливости. И в зависимости от того, насколько эта справедливость у вас выражена, близка к вам, вы становитесь либо мунтарем, либо тихонько внутри себя все это там переживаете и так далее. Это тоже вызывает своеобразную депрессию. Видя вот это все, что творится, вы начинаете впадать в депрессию. Что мы, что не сделаем, как не сделаем, ничего там не будет. Справедливости – ненависть. И, наконец-таки, следующее побуждение – это побуждение к творчеству. Оно свойственно человеку. Каждый человек хочет реализоваться в той или иной области. И если у него это не получается по тем или иным причинам, либо ему там не дают, это также начинает вызывать вот эти вот все эти тревоги и сомнения, коробление такое, знаете, вот человека коробит от всего этого в сознании. И он уже духовно нездоров. То есть, говоря о здоровье, мы должны понимать, что духовное здоровье – это как раз основано на наших побуждениях. чтобы вот эти вот побуждения были у нас нормально выражены, нормально поняты нами, и мы с ними дружили. Это духовное здоровье. Плюс, как мы относимся к окружающему пространству, которое нас создало. Это духовное здоровье. Психическое здоровье – это вот как раз вот эти все эти эмоции и так далее, которые, если их не понимаешь, они пораздают. Психосоматические заболевания. То есть, дальше идет психическое, или можно так сказать, психическое здоровье, что подразумевает эмоциональное здоровье. «Эмоция» в переводе с латыни означает «волновать». То есть, что там вас уже волнует? Волнует вашу энергетику, и вы просто расстраиваетесь, вы тут кипите, шипите, или же наоборот, после, будем говорить, бурно проведенных дебатов, ища справедливость, и прочее, 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 вы в конце концов истощаетесь энергетически и впадаете у депрессию. Все, вы истощены, не добившись неправды, ни прочего, ни прочего. То есть, я сейчас вам рассказал, а до этого как раз там описал подробно, те пружины, которые работают в вашем сознании, и которые вас делают вот такой вот личностью, с таким вот характером. Потому что в зависимости от того, как, насколько у вас выражены вот эти вот пять этих побуждений, на них уже основываются черты характера. Либо вы там любите деньги, любите, грубо говоря, заниматься там своим здоровьем, либо вы это не любите, ни деньги, ни заниматься своим здоровьем. Либо вы прекрасный семьянин, заботитесь о семье, любящий и так далее. Либо вы просто гуляка, который там гуляет, ни о родителях не заботится, и так далее, и тому подобное. Далее, черта характера. Либо вы за правду матку, за справедливость, ау-ау-ау-ау-ау-ау, либо вам это справедливость, а, лидерские качества, либо эти лидерские качества вам вообще и не волнуют. То есть вы лидер, готовый пойти по головам других людей, либо же это вас не волнует. Ну, наконец-таки, справедливость. Вы боретесь за эту правду матку, либо вы не боретесь за нее, либо она там вообще. И, наконец-таки, творчество. Творческий вы человек, черта характера, либо нетворческая личность. То есть я для себя разобрал, в первую очередь, вот себя, а, ха-ха, все мы люди, у нас вот эти вещи заложены, все эти побуждения в каждом человеке они заложены. Просто в зависимости от того, насколько они выражены. То есть я разобрал себя, понял, как я работаю, как у меня работает сознание. Далее, я уж физиологию не беру. Я вот это все изложил. То есть мне это стало понятно. И когда это стало понятно, вы уже понимаете, что какие-то причины, которые там, или там мысли, еще что-то там, пытающиеся вас ввергнуть в депрессию, подавить, вы сразу же понимаете, по какому из побуждений это идет, насколько черта характера у вас выражена, как ее проработать, какие мысли в противовес. И все получается совершенно иначе. То есть вы становитесь какой-то по-настоящему разумной личностью, противовес эмоциональной личности, которая реагирует на то иное, а потом, ой, ой, что со мной? Я в депрессии. Помогите. И вас просто-напросто, так как это все выражается, вот это все эти волнения выражаются, в том, что вас надо либо успокоить, значит, применяют антидепрессанты, либо как-то вас взбодрить, если вы уже там вообще потеряли всю энергетику. То есть все просто, но для этого надо постичь соответствующие знания, которые оказываются одним из самых важных по жизни. Правда, об этом нам никто не говорит, но я-то говорю, я-то стал другим человеком.